Друзья, всем привет! За последние дни я, наверное, изрядно надоел распаковкой посылок с новыми орхидеями. Что так надоел, что стал часто встречать комментарии такого содержания, что Георгий, все нормально, посылки хорошо, но давайте уже что-нибудь пересадим. Да, друзья, и сегодня я хочу вместе с вами пересадить орхидеи, пересадить бегалипы. Да, друзья, пересадить бегалипы. Накопилось новеньких бегалипов, три штуки от Алюры, садовника. Это вот Ирон Маск, вот такой вот. Я буду их показывать и вставлять образцы их цветения. Вот есть один бегалип Ирон Маск, вот так вот он цветет. Второй бегалип это Санта Клаус, вот так вот он цветет, смотрите. Два бегалипа. Третий бегалип, открытие прошлого года, обалденный. Помните, я говорил, что я заказал еще такой же бегалип от Алюры. Наверное, один из удачных бегалипов этого садовника. Это, друзья, Дракарис. Бегалип Дракарис, вот так вот он цветет. Это наш бегалипчик, нашего цветения, фото. Обалденный бегалип, просто роскошный. Вот, пожалуйста, три бегалипа от Алюры. Но у нас есть еще бегалипы. Накопились еще один слоник бегалип. Это Киндкар Далматян. Вот так вот он, посмотрите, как цветет бегалипчик этот. Еще бегалипчик, пятый, пятый бегалипчик. Это, друзья, сложный такой гибрид из трех орхидей сложенный. Боюсь даже их все перечислять. Это, значит, орхидейка, полученная от Яфан Бекмоузы, скрещенной с еще одной орхидейкой. И вот этого ребенка скрестили, продукт скрестили с другой орхидеей, которая называется Тинкшин Своллоу. И получился вот такой нежный белый с розовой серединкой бегалипчик. Вот так вот он цветет. Кстати, этот бегалипчик у нас уже цветонос дома выпустил. И вот активно его наращивает. Вот, друзья, пять бегалипов азиатских. Вот они стоят. Вот такие вот слоники в размере 2,5-3, я бы даже сказал. И плюс еще два бегалипа, друзья. Вот они. Покупал я их цвет, ну, как цветущие, но пришли они от цветка, от цветашки. Вот такой вот бегалипчик. Значит, вот они, два бегалипа. Они не помещаются. Значит, название одного бегалипа я не установил. Но пока что обозвал его название, обозвал его полосатый краб. Крабинки в полосочку. Видите, полосочки они, ну, пока вот что открывается бегалипчик. Один из двух уцелевших бутонов после отправки продавцом из... Ну, было видео отдельное. Да. И второй бегалип, это мне подсмотрел название этого бегалипа. Тоже вот он, он такой уже весь опал. Остался у него единственный цветок вот такой вот. Ну, образец цветения я вставлю сюда, шикарный его. Это, друзья, бегалип, который называется безмолвная элегантность. Да, безмолвная элегантность. Вот такой вот. В общем, семь бегалипов, друзья, семь бегалипов мы сегодня с вами пересадим. Не знаю я, сколько времени у меня уйдет на пересадку всех этих красавцев. Пересадка, скажу, что не такая уж и сложная. Пересаживать буду все по одному, скажите мне, по одному стилю, в один и тот же грунт, в одну и ту же посадку это все сделаю, друзья. То есть без всякой интриги посадка будет одна и та же у всех абсолютно этих семи орхидей. И начнем мы ее, друзья, с потрошения орхидей, которые находятся в этом, скажите, в амхе. Значит, я буду потрошить эти орхидеечки, но прежде чем начать потрошить, я хочу их все замочить, друзья. Замочить все семь орхидей в одном растворе фитоловина. Вот в этом вот растворе я вчера что-то бросился, не нашел, пришлось ехать в магазин покупать. Срок годности у него еще впереди целый год, у него год срок хранения. Прекрасный препарат от бактериальных и грибковых заболеваний. В качестве профилактики рекомендую. Сам пользуюсь и вам советую. Температура воды 25 градусов, видите, да? Вода у меня с обратного осмоса, очищенная. Так, ну, здесь у меня 4 литра. На литр одна ампула. Я приготовил 4, друзья, ампулы. Я сейчас залью все эти ампулы в эту воду и воду эту разолью по емкостям, в которых стоят эти беглипчики. 5 беглипов стоят у нас в чем? Во мхе и 2 беглипа у нас посажены в кокосово, ну, наверное, в кору что-то такое, наверное, архиата с чем-то там перемешано. Я не вижу, но мы сейчас будем потрошить, посмотрим, друзья. Да, я не знаю, сколько у меня времени уйдет на пересадку всех этих орхидей. Оставлю ли я полностью видео потрошения и пересадки, либо я на каком-то этапе, чтобы не повторяться, просто ускорю воспроизведение, чтобы не тратить ваше время. Все, вот так вот я, значит, все это дело приготовил. Приготовил растворчик, наливаю его в мерный стакан, чтобы разлить. Сейчас, друзья, разольем везде, залью и начнем по одной потрошению. Я уже подписал, у меня там бирочки. Прям заливаю вот так вот по пол-литра, ну, может, не по пол-литра, но вот так вот от души, чтобы все это дело замочилось у меня. Из каждого, значит, растения, которое находится во мхе, я буду немножко мха брать при потрошении, и этот мох буду добавлять в грунт. В одном из следующих видео, друзья, я отвечу на вопросы, касаемые, наверное, последних пересадок, последнего года, наверное, да, в которых я пересаживаю орхидеи, и меня очень часто спрашивают, особенно те люди, которые смотрят канал давно, с момента его открытия в семнадцатом году, и видели варианты посадок, варианты грунтов, варианты горшков, разные. Так, еще один беглепчик залью. Где мы сажали в разные посадки, во всяком, во все, во все, что угодно, да, и в органику, и в неорганику, и, значит, и, видя последний год, последние, может быть, полтора года, ну, наверное, больше последний год, да, видят, что я все чаще и чаще предпочтение отдаю одному такому виду посадок, как посадок, как самого грунта, точнее, вариантов грунтов, посадок емкостей, вариантов этих емкостей, да, и задают вопросы, Георгий, а почему ты стал вот так теперь сажать, а не вот так, неужели это лучше? Друзья, я отвечу на все эти вопросы в одном из следующих видео. Я расскажу, какой на сегодняшний день для меня самый оптимальный вариант посадки орхидей, почему, из-за чего, означает ли это то, что такой вариант посадки, такой вариант полива, такой вариант ухода за орхидеями лучше, чем предыдущие посадки, означает ли это или нет, я все подробно отвечу и расскажу. Поэтому, если есть вопросы, касаемые наших последних пересадок, посадок орхидей, задавайте в комментариях под этим видео, я посмотрю, почитаю, и в одном из следующих видео, когда буду отвечать на эти вопросы, я все подробно, наглядно, не только отвечу, но и покажу, и объясню. Это, друзья, видео будет касаться архаманов, и новичков, и тех, кто уже давно увлекается, и, самое главное, живущих в разных климатических условиях, с разной окружающей средой. Я думаю, что будет интересно. Так, ну что, давайте начнем с нашего сложного такого гибрита, детеныша, который появился на свет путем скрещения двух орхидей. Так, вот такая вот у нас... Так, а что же я сливать-то мне куда раствор? Так, емкость. Так, ну, он у нас меньше всего замочился, но ничего страшного, ничего страшного. Вот, он у нас уже, видите, выпустил цветонос. Так, ну что, будем потрошить его. Сливаю. Вот так вот. Оп, а где у нас... А, вот же, бирочка, бирочку потерял, друзья. Бирочку сюда, горшочек туда. А, сейчас я... Ну что, давайте доставать его из этого горшка. Вот такой вот красавчик. За цветонос, который только-только растет, не надо брать. Смотрели видео, друзья, да? Прошлое, где я показывал, брал за цветонос. Тот цветонос уже был отсветший, поэтому за отсветший цветонос можно брать. Ой, ну да. А за который только растет, он нежный, еще нельзя. Ну что, давайте ковырять, смотреть, что у нас здесь. Да, сегодня будет мха очень и очень много. Хороший мох, который мне попадется, я в его емкость отдельно сейчас сброшу. Чистенький мох такой. Вот. И желательно оттуда, снизу, из глубины. Потому что там он еще не покрыт водорослями. Вот. Оттуда. Вот так вот. А, вот такой вот возьму. Чистенький. Он пригодится, потому что я его добавлю обязательно в посадку. В посадку для того, чтобы перенести по возможности его в микрофлору. Чтобы корешки быстрее адаптировались в новой посадочке. Так, ну вот так это, наверное, будет выглядеть. Чуть-чуть. Все, хватит. Вот остальное все потрошим, достаем. Так, ну, что хочу сказать. Посадка будет в одни и те же емкости. Все, все семь беглипов, друзья, которые пополнили нашу коллекцию, все будут посажены в одни и те же емкости. Это раз. Второе. Все эти беглипы будут посажены в один и тот же грунт. Поэтому тут никакой интриги нету. Так, ну вот так вот я все это дело сейчас выбираю мох. Сейчас хороший период. Во-первых, как бы весна, хоть уже и заканчивается. Где-то лето уже пришло. Где-то только весна приходит. Вот вчера только фотки смотрел. Люди публикуют. Май, конец мая, а на дворе снег выпал. Представляете? У меня уже клубника в огороде зреет, а у кого-то еще снег падает. Вообще, насколько расстояние огромное и как мы живем в разных условиях, в разных климатах. Так, ну вот, практически допотрошил я этот мох. Кстати, надо сказать, что состояние корней очень даже неплохое. Экземпляры нам достались хорошие. Конечно, некоторые зрители пишут, что, ну понятно, тебе присылают орхидеи получше, потому что знает, кто ты, известный блогер, и не хотят позориться на весь мир. Поэтому тебе что получше. Мы простые смертные вроде как. Нам присылают иногда даже просто дрова. Друзья, я никого не хочу защищать. Такое имеет место быть у некоторых продавцов. Я знаю продавцов, у которых такого не может быть, потому что знаю продавцов, на которых ни разу жалоб не было. Вот вообще ни разу. Да, есть продавцы, на которых так или иначе жалобы поступают. Но, но все, без исключения, продавцы, о которых я рассказываю в видео на канале, если возникают, рассказывал, рекомендовал которых, да, то возникают какие-то спорные моменты у тех людей, которые воспользовались их услугами. Они так или иначе в конечном итоге разрешаются. Потому что бывают, да, мне жалобы пишут какие-то. Я говорю, давайте подождем. Если не решит продавец проблема, то тогда я узнаю. Но все, знаете, все разрешается. Продавцы понимают, что клиентам нужно дорожить. Что, я вот сейчас, кстати, тоже наверняка продавцы смотрят орхидеи. Хочу сказать, что продавцов все больше и больше. С каждым месяцем продавцов орхидей появляется все больше и больше. Все больше и больше. Конкуренция увеличивается. Поэтому, так, ну вот я срезал корешок, да. Я его сейчас, опа, перекисью, перекисью прижгу. Все, смотрите, какая чистота. Все тут прям обалденно. Так, ну, погружаю его обратно в его емкость, в которую мы его достали. Переходим к следующим. К следующей орхидеи. Да, боюсь, у меня отсюда весь мох не поместится. Так, давайте дракарис. Где он дракарис? Дракариса вскроем. Да, вот он, красавчик наш. Дракарис обалденный. Вообще, орхидея просто роскошная. Я... Так, вот так вот. Все. Так, вот вытаскиваем. Опа. Ага, не вытаскивается. Ну, вот когда не вытаскивается, просто берем, разрезаем. Разрезаем полиэтиленовый горшок. Потому что корни прям там, прям, ну, так вот, расперли его. И не дают возможности... Хоп. Все. Не дают возможности вытащить. Смотрите, какие у дракариса корешочки. Обалденный. Так, ну что, выбираю я отсюда тоже мох. Мох. Вот так вот. Какой-то хороший снизу. Так, ну здесь есть сухие корешки. Вижу. Сейчас мы их подрежем. Все. Опа. Вот, снизу. Снизу тут вот прям пучок хорошего мха. Взял его сюда. Раз. Все. Их как жалко. Вот здесь вот прям не повредить бы. Даже если, вы знаете, друзья, где-то и какой-то корешок повредится, в принципе, ничего страшного. Они сейчас в периоде роста. Поэтому на отломанный корешок появится новый. Так, ну вот тут вот прям кольцом, смотрите. Как интересно. Корни только сверху кольцом, по большому счету. Чего-то ему не понравилось во мхе. Но думаю, что понравится в той посадке, в которой мы его сегодня посадим. На ближайшие как минимум два года. Меня часто спрашивают, с какой периодичностью надо пересаживать орхидеи. Вообще, конечно, орхидеи пересаживают в первую очередь по мере необходимости. То есть, если, например, пересадили орхидею сейчас вот весной 21 года, и вдруг что-то пошло у орхидеи не так, то нужно ее пересадить второй раз за год. Опять что-то не так третий раз. Ну, если что-то с корнями там. Я не говорю, что прям буквально через неделю. Потому что орхидея через неделю может потерять тургор, получив стресс от пересадки, да, ну, мало ли какие-то ситуации там. Не понравилось что-то ей. Но она адаптируется, и все будет хорошо с ней. Я имею в виду в процессе, после пересадки, в ближайших там несколько месяцев. Ну, заболела она там, корни начали гнить, еще что-то такое вот. По мере необходимости пересаживают. Второй момент пересаживают по мере жизнедеятельности. Это раз, в два, ну, максимум в три года. Потому что за этот период грунт может засаливаться. Грунт может, если это органика, может уже настолько начать разлагаться, что начинают появляться подуры, многохвостки, насекомые, которые питаются разлагающейся органикой, которые своей жизнедеятельностью привлекают уже других насекомых, хищников, которые охотятся на них, перемещаются полностью по растению, на своих лапах несут заразу. А зараза появляется именно от гниющей органики. Понимаете, в чем дело? Поэтому именно для чистки грунта, чистки отмерших корешков, потому что у корней, корни, век жизни от, от шести месяцев до двух, максимум с половиной лет. Корни живут у орхидеи. Листья чуть подольше. Вот, грунт очищать от гниющей органики. Вот и все. Вот ответ. А так, конечно, можно в неорганических грунтах, можно не пересаживать, я не знаю, и там 3, 4, 5 лет. У меня даже в органических грунтах были моменты, когда 7 лет не пересаживал орхидею, первую орхидею, с которой все началось, Red Lip. Она 7 лет, из которых почти 4 года она цвела. Поэтому я ее не пересаживал последних 4 года. Так, ну вот у нас такой вот дракарис. Так, дракарис. Где он у нас? Вот он. Сюда его помещаем. Задим мы его. Значит, по поводу насекомых, обработки от насекомых, это отдельная тема. Я уже их все обработал. Их обрабатывал я Аберон Рапидом. Я сейчас все новые орхидеи, которые поступают, я обрабатываю Аберон Рапидом. Слава Богу, у меня его достаточно. Все излишки, которые были у меня, я, ну, кто постоянно смотрит, в прошлом году видели. Я все излишки подарил. Сперва хотел продать, а потом думаю, что я буду продавать там, богатым особо не станешь. А так людям приятное сделаю. Я просто подарил. Вот. Так, ну что, пойдем к третьей, к третьей орхидеи, друзья. Кто это у нас? Это у нас Iron Mask. Iron Mask. Бегли по Iron Mask. Сливаю водичку с него. Раствор. Так, ну давайте его сейчас распотрошим одного, и потом распотрошим магазинную европейца. Да, европейца, которые стоят у нас, ждут. Так. Ну, чтобы... О, он тоже, кстати, цвел. Смотрите. Цветонос. Но он у меня не цвел. Так, немножко мха снизу. Отсюда, прям вот изнутри. Он хороший, чистый. О, хороший. А, вот, коричневый выкидываю. Чистенький сюда. Все, хватит. Все, быстро. Остальное прям вот распотрошовываем. Снимаем. Все, друзья, тоже. На удивление, он все такой раз и выпало. Быстро происходит у нас чистка. Я думаю, что за час я управлюсь. Хотя уже 24 минуты видео у нас идет. Ну, я, наверное, просто больше болтаю, да? Больше болтаю. Так бы, конечно, без камеры я бы быстрее бы все это дело распотрошил бы. Кто, кому не интересно, друзья, можете перемотать вперед. И перемотая вперед, узнаете, во что... Вот, кочерыжку, друзья, кочерыжка торчит, слишком длинная, черная. Я ее срезаю с остатками корней. Да, на удивление, здесь что-то не очень хорошее основание у орхидеи. Надо его немножко почистить. Срезаю всю черноту. Срезаю, чищу. Можно даже пошкаблить черноту. Так, листик вот этот вот маленький, удаляю. А он сам, смотрите, как легко, раз и все. И все, что сухое имеется, все, что сухое, мы все это дело срезаем. Сухое срезаем. Корни такие какие-то, да? Смотрите, тоненькие. в отличие от первых двух экземпляров. У этого беглипа алюровского корешки тонковатые. Кочерыжку почистил, она вот, смотрите, стала такая светлая. Видите? Так, ну все, наверное, да? Особо-то у нас тут больше нету. Вот еще есть сухой сухарик размягший. Даже если вдруг какой-то где-то, друзья, корень пропустите, сухой, в принципе, ничего страшного. От одного сухого корня в грунте страшного ничего не произойдет. Ну, усохнет он и все. Так, ну вот, вот так вот, все, все. Осталось все чистенькое. Все чистенькое. О, основание, смотрите, там внизу даже корешок вот растет. Так, все, помещаем обратно его в его посудину. Так, ну и распотрошим, давайте, безмолвную элегантность. Давайте распотрошим одну безмолвную элегантность, а потом я, наверное, ускорю на оставшихся четырех орхидеях, ускорю скорость замолкну и ускорю скорость воспроизведения. Ну, наверное. Так, сливаем раствор. Так, здесь у нас мха нету, поэтому что у нас тут интересного? Ну, растение все отсвело. Достаю его, доставать его несложно. Тут у нас, в принципе, ничего не держит его внизу. Хотя, знаете, нет, держит. Вот, корень 1. Смотрите, корень 1 пророс. Да и он так еще, знаете, так пророс. вот отсюда вырос и сюда врос. Обратно в горшок. Как нам его надо его как-то, не знаю, спасти, что ли. Спасти его. Сейчас мы его, друзья, спасем. Если получится, конечно, обрезать его с разных сторон, чтобы извлечь. Сейчас, не знаю, посмотрим. Так. Наверное, не получится, друзья. Он прям врос. Все, я кончик отрезал. Достаем. А то мы так будем до утра. Так, ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас все. О, а тут, знаете, что у нас за грунт? Здесь колотый керамзит, колотый керамзит и кора в перемешку. Коротый керамзит и кора. Вон он, кончик, видите? Так, ну не страшно, это не страшно, ничего. давайте очистим ему. О, у него тут и стаканчик имеется, все как по-стандартному. Листочки детородные снимаем, сухие корни срезаем. Тут корней, конечно, у этой орхидеи не так много, как хотелось бы. Как хотелось бы. Так, палочки, поддерживающие цветоносы, убираем. Они нам не нужны. Сами цветоносы, ну вот смотрю на этот цветонос, вроде бы он хочет доращивать, а где-то вот здесь, вот знаете, сейчас покажу. сейчас покажу. Вот, вот, вот кончик, да, из почки, вот кончик, вроде как хочет, да, и вот почку разбудил, хочет расти дальше. Но, друзья, я, наверное, срежу ему оба этих цветоноса, давайте посмотрим на его роскошный цветочек, вот такой вот красавчик. Конечно, у него такой, знаете, краб сейчас пожиже, на самом деле сорт этой орхидеи, у него краб вот этих вот свекольных пятен, более такой насыщенный и более крупный. Ладно, друзья, я срезаю эти два цветоноса, они не нужны. Да, все, все, друзья, беглипы, мы ставим в равные условия и будем их растить одинаково, в одинаковых условиях. Так, давайте мы снимаем горшочек этот, стаканчик, точнее, торфяный, вот этот вот кокосово-торфяный стаканчик, сейчас я его обрезаю со всех сторон, надсекаю пластик этот, так, так, не пытайтесь его, знаете, один раз где-то надрезали и вытянуть, пластик может повредить корни орхидеи, прям по-многу, много и часто надрежьте его с разных сторон, везде, чтобы он прям на маленькие кусочки, вот такие вот, и чтобы сам выпал, потому что легче пластиковую эту надрезать, чем корни потом улетела наращивать, все, теперь сам стаканчик этот снимаем, хоп, падаем, оп, все, убрали, а вы знаете, основание прямо под этим стаканчиком, смотрите, чистое, убрали, все чистенькое, на удивление, так, тут даже по большому счету и чистить ничего не надо, тут все такое прям хорошее, и корень, смотрите, отсек, а так бывает, вначале смотришь, думаешь, что за сухой какой-то этот торчит, раз, а там такой длинный дальше, такой лучше удалить, потому что от него в будущем все равно толка не будет, веломен сам по себе на корнях не наращивается, то есть он может продолжить расти дальше откуда-то с живого участка, но на пустом месте на чаже он не наращивается, так, ну, что, вот эти тоже листики нижние удалим, как они там, детородные, да, вот так вот, опа, все зачищаю, все везде, вот листик тоже этот убираем, вот так вот, в стороны и прям раз, главное корни не сломать, которые, которые могут из листика расти, но из этого листика корни не росли, все, вот так вот мы зачистили нашу, как она там называется, забыл опять, безмолвная элегантность, да, безмолвная элегантность, так, отправляется в свою посудину, ну, и осталось у нас три, да, три, раз, два, три, да, три, четыре мы уже распотрошили, осталось три, ну, что, давайте в темпе вальса нашего полосатого краба, полосатого краба распотрошим еще, я тоже здесь снимаю с него палочки, которые цветоносы держат, я их оставлю, они мне нужны, для того, чтобы отправить орхидеи цветущие, которые выиграли зрители канала, так, а что такое у нас, а что то я не понял, о, друзья, тут у нас проблемы, друзья, смотрите, смотрите, как сломан цветонос, вот это продавец мне подогнал орхидейки, мало того, что они, это два беглипа из Пермского края, друзья, вы их узнали, сейчас я вам покажу, у меня прям нет слов, сейчас сами посмотрите, так, достаем, прям вот обидно, обидно, друзья, прям, ну, что ж, так вот, вы знаете, вот упаковка была на отстань, да, вот, как бы матом не сказать, говорят, да, вы сами видели все, кто-то сказал, что, возможно, от жары, нет, друзья, так быстро от жары орхидеи в такое состояние, я не первый год орхидеями занимаюсь, и сам отправляю, получаю, и все вижу, это орхидеи уже были упакованы в таком состоянии, то есть, они уже у продавца были отцветашки, нетоварный вид у них был, хотя, конечно, фотографии присылались, ну, на сцену, на витрине, были, как прекрасно цветущие, вы на нашем канале десятки видео видели, когда я распаковывал орхидеи цветущие и зимой, и летом, и в жару, и в холод, и в дождь, и в слякоти, в грязь, и если орхидея цветущая, ее продают цветущей, мы получаем ее цветущую, 4-5 дней почты, погода так не засушивают орхидеи, поверьте мне, поэтому те, кто там вступился за этого продавца, друзья, ну, либо вы друзья этого продавца, либо вы имеете мало опыта в получении подобных орхидей, я вам говорю, ну, ладно, бог с ним, отцветашки, но я вам сейчас покажу, как здесь сломан цветонос, ну, я думаю, не со злого умысла, хотя, знаете, как любой продавец, наверняка, свой товар осматривает перед продажей, нормальный продавец, вот я в закрытых группах покупаю орхидеи, и если что-то где-то, вот, буквально недавно, а когда недавно, вот вчера, или позавчера, мы с вами открывали посылку орхидеи, леопард была бабочка, да, и айскрим бабочка, вот, у этого продавца в закрытой группе, я покупаю не один десяток уже орхидеи, и по каждой, по каждой орхидеи, этот продавец, если где-то какой-то там косячок, сломан листик, где-то какое-то пятно, она присылает, делает акцент, и в случае чего, говорит, если что-то там, я верну деньги, если вас не устраивает, и вот, обратите внимание, здесь вот это, здесь вот то, здесь вот то, вот здесь, друзья, смотрите, я сейчас, мне же прям, вот смотрите, когда зуб у нас, у человека, уже почти выпал, но еще не выпал, держится на чем-то там, где-то на корне, вот так и вот этот вот, смотрите, цветонос, он прям сломан, он прям сломан, он держался на палочке, смотрите, он прям выломан с основания, смотрите, я не знаю, будет ли толк, смотрите, я сейчас его срежу, весь этот, цветонос, вот так вот, и второй тоже срежу, я думал, что меня эта участь, вот, кстати, вот, пожалуйста, вам, что не все продавцы, даже, ну, просто, наверное, не знаю, да, взяла, отправила, да, собственно говоря, и покупал, я же не представляюсь, просто покупаю, заказываю, оплачиваю, кто знает, тот знает меня, кто не знает, тот не знает, в общем, смотрите, прям вот основание вырванного этой орхидеи, мне так жалко ее, смотрите, как вам показать, чтобы видно было, о, прям разломано, основание, да, вот, мне одна, уже подсохшая, кстати, видите, по краям, одна зрительница, мне, описала, что, подобную орхидею, получила, тоже, от кого-то, что, цветоносы, были, прям, вырваны, ска, я сейчас, срезаю, этот цветонос, прям, вырваны, были, из основания, орхидеи, вот, прям, прям, поломано, прям, поломано, как жалко, да, но, в так, подобной ситуации, орхидеи, может, я, давайте, туда, ливану, перекись, что ли, не, не буду ничего лить, перекись, навредить, вот, как есть, так и есть, дырка, пускай, подсыхает, жалко, прям, жалко, нижние листья, я удаляю, нижние листья, нижние листья, и не один, а два, вот, еще один слом, третий лист, продавец, продавец должен смотреть на товар, который отправляет, но, это, опять же, мое мнение, да, говорю, сейчас, конкуренция высока, ты, либо, дровами торгуешь за копейки, да, и, делаешь акцент на том, что, кстати, второй тоже, прям, такой, походу, тоже, их удрали, цветонос, акцент делаешь, продаешь дрова за копейки, либо, хороший товар, и, следишь за всеми нюансами, и дорожишь своим клиентам, да, ну, я уверен, что, эра, пройдет, подобных продавцов, так, ну, вот, и, на их смену, придут более, ну, скажем, такие, знаете, более, более ответственные люди, продавцы, которые, трясутся за своего клиента, которые, действительно, для которых, не просто зарабатывание бабок, на продаже орхиды, а, реально, увлечение, реально, кайф, так, ну, все, цветонос, наш с вами, друзья, краб, с дыркой в боку, вот, в такой, вот, смотрите, с дыркой в боку, вот, отправляется в свой стаканчик, да, уж, так, ну, что, остается у нас еще, парочка, парочка, так, давайте, кар, долматиан, скроем, азиата нашего, кар, долматиан, такой прям, ух, уже у меня не хватает, так, время уже 40 минут, мы с вами, да, вот, это неожиданность была, конечно, так, ну, такие сразу лучше разрезать, вот, так вот, не пытаться его вытянуть оттуда, лучше разрезать, и уже без проблем, он прям вылазит сам, так, бирочка, о, какой, смотрите, красавчик, так, давайте, корни растут у него, самое время пересадить его, так, мох, 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 немножечко мы оставим ему, родного мха, кому-то может показаться, что я орудую, ну, как-то это, прям так, раз, 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 нет, друзья, я орудую, осмотрительно, оставляю все чистенько, чтобы было, и аккуратненько, да, как, слушайте, его пересаживали из мха в мох, то есть, перевалку делали, вижу, сам он во мхе рос, его посадили, обложили еще мхом, то есть, здесь двойной горшок маховой, вот, какой роскошный экземпляр, так, мы ему и из верхнего, и из внутреннего горшка дадим мха, оставим мха ему, так, достаю все, уже утрамбовывать надо, 3 литра грунта, так, а так, в общем-то, как бы, экземпляр такой, смотрите, не плохой, так, вот этот тоже оставим ему туда, смотрите, почистили, у него прям здесь, корни, прям пучок, прям пучок, он весь такой, в корнях, прям, роскошный экземпляр, вот этот лист нужно удалить, он прям, смотрите, прям вот, мы его вытащим отсюда сейчас, аккуратненько, как-то так вот, выдернем, он уже ведь, кстати, и подгнивать начал, все, так, ну и подрезаю кончики, где есть сухие, есть, конечно, где-то порченные корешки, чуть-чуть, но их не так много, даже если еще, говорю, пропустите где-то, не страшно, так, основание даже увидеть не могу, потому что все, смотрите, все там, пучок корней, прям настолько, все так прям вот, плотно у него, что прям, удивительно, так, прям все у него здесь, надо распутать, тут и воздушные, такие корни, такие корни, там уж сажать будем, нам нужно, чтобы корешки у нас, чуть-чуть под расправленные были, так, ну вот все, друзья, косы эти, мы распутали с вами, так, так, ну вот тут, есть порченные корешки, так, ну все, вроде бы, вот там мох, сейчас между корней вытащу, потому что, там через год-полтора, он начнет разлагаться, и он как раз между корней, и чтобы корни от него не начали гнить, мох между корней лучше вытащить, вот он, видите, так, ну все, хочется прям дунуть туда, чтобы сдуть, вот так, так, ну и кочерыжечку подрезаю, тоже она здесь длинная, и ненужная, вот так вот раз, все, все, друзья, вот так вот мы это все сделали, почистили, вот такой вот у нас King Car, King Car, Dalmatian, так, ну и осталось у нас последнее, друзья, последнее, так, что мы там у нас, 48 минут уже, да, наверное, это видео побьет рекорды, не знаю, может на две части это видео разделить, сливаем воду, раствор точнее, или не делить его, оставить как есть, подробно все, как вы думаете, друзья, напишите в комментариях, нужно его делить, или не надо делить, разделить его по 30 минут, опа, так, это у нас, что за орхидея, что за Big Leap, а, это у нас Santa Claus, это у нас Santa Claus, смотрите, какой красавчик, ой, какие корешушки, корешучки, а, но есть и порченные, вот они, отсюда и начнем, сейчас мы быстренько его, и уже перейдем к пересадке, так, там где у нас хорошие корни, оттуда пучок, вытащим от мха, возьмем снизу, вот здесь, хорошенького, хороший, хороший, без гнилых корней, без гнилых корней, все, остальное его потрошовываем, да, и продолжим мысль, может быть, покажется, что небрежно я как-то, вот это все делаю, вот, на самом деле, друзья, я это делаю, ну, все прям аккуратно, то есть, я вижу все, просто это уже уверенно, как-то я делаю, да, ну, знаете, за полтора, два десятка лет, два уже, да, уже почти два десятка лет, когда сотни орхидеи пересадишь, уже, не знаю, можно с закрытыми глазами, все на ощупь, прям на ощупь делать, так, ну что, срезаю здесь, здесь много порченых корней, к сожалению, придется обрезать, ну, вот такие вот, видите, вот они, вот это вот порченые, вот они, вот такие корни, порченые, так, мне ее надо положить, потому что на весу мне неудобно, сейчас мы быстренько, друзья, еще чуть-чуть осталось, вот эту последнюю орхидею, мы сейчас распотрошим, и все, и все, так, сделаю обрезку корешков, раз, да, если бы не снимать на видео, то я бы уложился в полчаса, максимум, все это дело, потому что я бы не сидел, я бы стоял за столом, стоя бы это делал, естественно, тут у меня целая площадка была бы, а так хочется же еще и в кадр вам попасть, вот, чтобы вы увидели, еще рассказать, показать, это время уходит, поэтому, я, например, за то, чтобы тем людям, которые ведут свои каналы на ютубе, люди более щедро ставили лайки под видео, особенно под теми видео, где люди действительно показывают свой труд, я сейчас говорю не про наш канал, а про другие каналы, других блогеров, где люди вкладывают время, силы, эмоции, знания, делятся опытом своим, все, вот так вот, все, друзья, быстро, на удивление, сразу с двумя руками, быстро, так, погружаем его, и, наконец-таки, друзья, через 52 минуты, мы подошли, все почистили, все убрали, вот, с какого начнем, давайте с дракариса, что ли, где у нас дракарис, вот он, дракарис у нас, подошли мы к посадкам, значит, во что буду сажать, и как буду сажать, буду сажать, пинкар, доматиан, где он, дырочка валяется, ай-яй-яй-яй-яй, вот он, наверное, да, так, у всех остальных бирки имеются, имеются, все, друзья, значит, что делаем, сажать буду я, в один грунт, все, единственный момент, что, что будет, новенькое, значит, в одном из предыдущих видео, мы вместе с вами, сажали, вот, такие мерные стаканчики, но только маленькие, пол-литровые, сегодня мы все эти орхидеи, все семь беглипов, я посажу, вот, в эти большие, литровые, ну, как большие, литровые, а, в литровые, вот эти вот, стаканчики, друзья, да, в литровые стаканчики, так, мой стол будет вот этот, вот, вот, в литровые стаканчики, это закрытая система, грунт у меня будет состоять из, друзья, из, архиаты, вот у меня архиата, средней фракции, фракция, 12-18 миллиметров, вот такая вот она, друзья, и в качестве естественного фитиля, я буду еще использовать, как и до этого всегда использовал, друзья, это мох, мох с фагнум, вот такой вот он, самый обычный, это не с фагнус, это из российских болот, да, мне прислали в подарок кучу такого мха, и вот теперь я его использую, значит, что делаем, беру этот мох, старый мох, который здесь был, я сейчас размешаю с архиатой, так, для этого мне нужна емкость, друзья, емкость, давайте так, минуточку, 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 друзья, я встану, скорая приехала к соседке, к бабушке, так, значит, вот это вот, я размешаю, мелко сейчас, вот так вот, разорву, мелко, покажу сейчас, вот, вот так, мелко, вот, это все сейчас я перемешаю с архиатой, единственное, что выбираю из архиаты, вот такие вот, деревяшки, так, это вот, мох, перемешиваю с архиатой, вот так, все, теперь, беру сам стакан, этот, на дно, бросаю эту же архиату, вот так, вот такие щепки, деревяшки, удаляем, теперь, беру, мох, укладываю его, чуть-чуть на дно, чтобы касался дна, видите, обязательно, и вдоль стенки, вот так, теперь, помещаю, сюда, вот так вот, орхидеечку, одной стороной корней, прижимаю мох, и начинаю потихонечку, не спеша, засыпать, тем грунтом, который мы приготовили, состоящим из, архиаты, с перемешанным, мхом, а в одном из, видео, следующих, я, подробно, расскажу, что да как, и почему, вот так, значит, вниз туда у нас уйдет, архиата, которая перемешана, с омхом, а вверху, можно будет уже чистую, здесь вот верхние слои, уже чистую, архиатку, поместить, вот так вот, у нас это все получается, уплотняем, но без фанатизма, все, друзья, вот такая вот посадка, естественный фитиль, вот он, мох, а значит, как я буду поливать, поливать буду, по мере необходимости, просто брать, мерный стаканчик, там, 50, 60, 80, ну, посмотрим, в следующем видео, воды, прям, наливать сюда, вода будет просачиваться на дно, потом по муху, вот этому, она будет распределяться, по внутреннему горшку, все, и до следующего полива, по мере просыхания, по мере просыхания, грунта, в этом горшке, все, вот так сейчас, все оставшиеся, 6 еще, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть орхидей, я сейчас пересажу, так, это у нас дракарис, поехали, первый, опа, второй, беглиб, который, зацветает, вот, кстати, посмотрим на него, остановит он рост, беглиб, такой сложный, гибрид, так, выкидываем, мох, который перемешаем, сейчас, закидываю слой, опа, так, деревяшки мы выкидываем, оставляем только кору, только кору, оставляем, погнали, мешаем мох, с кусочками архиаты, вот так вот, засыпаем, так, надо аккуратненько, вот так вот, взять, можно еще на низ, а, мы с вами этот не положили, да, вот так, что говорится, поторопились, фитиль, 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 беру фитиль, вот он, вот такой мох, вот так, на дно его, еще чуть-чуть сюда, и вот так вот, помещаю, опа, так, здесь он у нас, немножко, повыше будет, да, ну, ничего страшного, вот так, вот так, вот так, камера трясется, и немножко сверху я такой чистой архиаты присыпаю мох, чтобы не цвел, кстати, там тоже, в той посадке, а, ну там я присыпал, наверное, так, все, вторая готова, друзья, вторая готова у нас, так, Мася, фу, не надо грызть кору, вот такая у нас, вторая посадочка, второй, беглипчик, опа, отправляем третий сейчас, так, сюда поставлю, да, какие-то получаются, первый чуть пониже получился, второй чуть повыше, так, давайте европейцам, с дыркой, который у нас, с дыркой, так, мха у нас здесь, его нету, поэтому у нас будет просто, мох, вот так вот, я думаю, столько хватит, накидываю, сперва в емкость кидаю, чтобы выбрать, вот такие вот, видите, деревяшки, деревяшки обязательно, потому что закрытая система, любое дерево начнет преть, кора нет, так, вот так вот, да, начинаем, на дно кидаю слой, а, замаскировался под кусок коры, опа, вот так, все, берем нашего краба, усаживаем его, вот так вот, замечательно, прям вот так, и теперь, игра в тетрис, Игра в тетрис, вот деревяшка, и вот, так, ну у нас, так, что-то прям, заваливается, поэтому мы его немножко сейчас здесь подопрем, вот так вот, вот, так, ну все, так, ну здесь у нас, у европейца получилось, только вот, здесь мох, и до середины, мох, ну потому что вся основная корневая система, она у него ушла вниз, вот, то есть здесь немножко у нас фитиль не до конца дошел, но я думаю, ничего страшного, посмотрим, главное, что он до дна доходит, и от 1 до середины, это уже хорошо, так, 3, следующую, следующий, европейца давайте, еще одного, где у нас европейец, без мха, вот он, нашу, безмолвную, безмолвную элегантность, так, полосатый краб не пометили, вот так вот, раз все, полосатый краб, так, берем, кладем ему фитиль, вот так вот, дно, и вот так, здесь мы постараемся до верха дойти, вот так, все, теперь кидаем, архиату, да, что-то прям, на дне, емкости с архиатой, что-то прям, много попадается, кусков, с древесиной, так, вот так, теперь помещаем, видите, я придерживаю мок, чтобы он не упал, как в предыдущем случае, о, 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 а теперь можно засыпать, смотрите, как хорошо он у нас уселся, прям идеально, не знаю, по мне, вот фракция, двенадцать, двенадцать восемнадцать, архиаты, она прямо, вот для стандартных, орхидей, вот такого размера, на мой взгляд, прямо, вот, самое, оптимальное, для посадки, неважно, в какую, в закрытую, полузакрытую, систему, просачивается по размеру, еще раз говорю, размер горшка должен быть как минимум палец, как максимум полтора пальца, по диаметру вокруг корневой системы, пучка корней, потому что больше будет уже, вот будем потрошить с вами одну орхидеечку на днях, и я покажу, в чем ошибка, ну, это не моя, а покупная орхидея, из домашней коллекции, чужой, я покажу, в чем ошибка посадки маленьких орхидей, ну, с маленькой корневой системой, в большие емкости, мы с вами посмотрим, так, так, подуплотнили, и сверху чуть-чуть, опа, все, все, даже корни видно, смотрите, все, вот так вот и оставляем, смотрите, вот такая посадка, следующая, безмолвная, вставляем бирочку ей, так, 4 беглипа, ну, что, давайте, оставшиеся, оставшиеся, так, King Card Balmation, мешаем его, мох, рвем его, а, нет, это не к бабушке, сосед, так, рвем мох, добавляем, добавляем, вот так получается, вот, обязательно, вот такие вот палочки, деревянные, надо удалять, вот так перемешали мы, все, теперь берем мох, опять же, вот так вот пучок такой, кладем его на дно, вот так, и вдоль стенки, вот так, теперь, кидаю часть, обычного, чуть-чуть обычного, обычной коры, археатр, не смешанный, с мхом, теперь чуть-чуть, а с мхом, вот так, теперь саму, берем, придерживаю мох, и помещаю, ой, она тут прям у нас, прям под завязку, о, вот так вот у нас она выйдет, так, да, здесь будет проблематичней, просунуть, этот грунт, между корней, сейчас будем пропихивать, вот так вот, вот туда, внутрь, между корнями, до после таких пересадок, в помещении нужно, пылесосик, столько падает, кусочков коры, так, ну все, и даже весь грунт у нас ушел, все, все, вот, вот такой вот у нас получился, кинг-кар, балматиан, красавчик, вставляю бирочку, так, куда ему ставить бирочку, вот сюда, так, пятый, еще два, еще две, друзья, час шестнадцать, час шестнадцать, так, это у нас кто, это у нас, Санта Клаус, Санта Клаус, давай, Санта Клаус, хопа, сейчас мы тебя быстренько поместим, пучок мха, так, это много, выкидываю лишнее, архиата, перемешиваем, деревяшки удаляем, вот так вот, еще архиаты, опа, ну вот так, друзья, получилось, так, теперь, берем, мох, самый обычный, из российских болот, кстати, в следующих посадках, мы будем с вами, использовать, мох с пагмос, я посмотрел, у нас, видео на канале, нету, про спагмос, где я использую, мы с вами будем, размачивать спагмос, новозеландской, компанией, которая производит, вот эту самую, архиату, они же спагмос, этот производят, так, ну вот так вот, у нас, делаем, теперь, на дно, чуть-чуть, архиаты, придерживаю, помещаем, вот так вот, примерно, о, можно чуть повыше, придерживаю, вот так вот, двумя пальцами, видите, вот за основание, и начинаем, засыпать, от слова, сыпать, а не спать, так, ну, кто-то, может быть, и засыпает, уже под нашу, пересадку, уже час, двадцать, почти, ну, я так и сказал, да, где-то, за час, справимся, ну, полтора часа, полтора часа, ну, семь орхидей, а еще, друзья, в разы больше, у меня стоит, в очереди, на пересадку, ой, в разы больше, где, найти время, чтобы вот так вот, но мы с вами все пересадим, друзья, вместе, большую часть орхидеи, мы пересадим вместе, потому что есть орхидеи, еще, которые у меня, плановая пересадка, которую мы с вами, пересаживали, еще в восемнадцатом году, три года назад, подходят плановые пересадки, а это вообще кошмар, времени нужно, я не знаю, сколько на все это, так, ну вот, еще чуть-чуть сюда, сюда, и вот сюда, и вот сюда, это у нас будет такой большой эксперимент, по нашей с вами, друзья, посадке, с естественным фитилем, мы будем смотреть, как себя чувствует, все вот это количество, беглипов, все, это у нас Санта Клаус, отправляем бирочку сюда, санта Клаус, так, ну и последнее, друзья, седьмая на сегодня орхидея, это, кто у нас, первую, которую мы с вами, это кто, нет, у нас Ирон Маск, а Ирон, Ирон Маск, опа, требушим, добавляем архиату, перемешиваем, сам хум, чем-то еще дополнительно, архиату, друзья, обрабатывать не надо, она уже обработанная, компания, Гроун, по-моему, да, называется она, новозеландская, которая производит эту кору, они ее обрабатывают, во-первых, они ее выпаривают, это раз, выпаривают смолы, из этой коры, термическая такая обработка паром, и во-вторых, потом ее обрабатывают раствором, с мукой, ну, не с обычной, я имею в виду, с зерновой мукой, вот так вот, все, да, вот так вот, во, какой у нас замес получился, так, ну что, берем на дно очередную партию, вот так вот, кладем, маловато будет, да, в принципе, ничего, нормально, доломитовая мука, да, сижу и вспоминаю, думаю, да как же она называется-то, доломитовая мука, в доломитовой муке ее обрабатывают, вот что-то, долматинец, долмота, долмота, доломитовая, ой, склероз, друзья, склероз, вот это я, а вы думаете, что за мука, да, что за мука, какая мука, так, ну вот, вот так мы его сейчас поместим, да, вот так, закидываем, так, час двадцать четыре, друзья, час двадцать четыре, наверное, не буду я сокращать видео, ускорять, как есть, так и есть, пусть будет на канале, в полном объеме, для новичков, я думаю, самое то, включил, и полтора часа занимайся своими орхидеями, пересаживай, точно так же, как мы, так, вот, оба листа держу, все листья, вот так, кверху, чтобы, под листья туда у нас грунт попадал, и между корней проваливался, так, ну, и все, и последний, так сейчас распределяем кстати когда я стучу вот так еще друзья момент такой никогда об этом не говорил я когда стучу я потихонечку саму орхидею вверх приподнимаю чтобы под нее вот это все так так уложилась как бы пытаюсь чуть-чуть ее под вытянуть но не вытаскивая вот так слегка так знаете подтягивали кверху и под нее как бы попадает грунт потом отпускаешь мтк раз и плотненько такая это и плотно садится так ну все вот так друзья вот так это у нас была последняя на сегодня из семи илон ирон маск ирон маск вау все все теперь посмотрите как удобно с этими стаканами так ну вот эту я не буду наверно стаканчики отдельно для нас цветоносом боюсь сломать смотрите одной рукой сразу 33 орхидеи держу и второй рукой тоже три сейчас возьму орхидеи три горшка все друзья даже меньше чем за полтора часа уложились ставлю вот сюда одну поднимаю вам камера все 77 друзья бегали по сегодня мы с вами пересадили одним кадром одним дублем друзья без редакции без ничего вот так вот вот такая вот друзья красота всем большое спасибо кто был с нами на канале кто смотрел это видео всем вам добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока